Я не знаю, почему у вас не получают, они чувствуют у вас запах и боли. А, вот, вот, приехали. Слышу, как-то слышать запах можно. По русскому языку, да, запах слышали. Да? А, филологи, тут у вас приставы филологи, молодцы. А, крой-то, слава, записали. Ну, записали, да. Я якобы подошел, а в губ не попали. На мой вызов приехали, на чей? Здравствуйте, я бы вызвал полицию. Вы нас, конечно, снимаете? Да. Я вам не даю своего согласия обнародовать в интернете, где бы то либо. Понял. Пойдемте на улицу. Вызывал кто? Я вызывал. Я заявитель. А, вот, заявитель. Вызывали вы? Я очевидец. Нет, он тоже вызывал, может быть, объединили вызовы в один. Пойдемте на улицу. Могу вас на машину. А, еще разочек. Меня пропускают или нет? Сейчас, когда я проверю, я в своих последствиях, иногда ему отступлюсь. Что случилось? Наверное. Либо пропускаете, либо нет. Вы, если ты говоришь, что он в своих последствиях обвиняет, везет мне отрасль. Я сейчас не вижу, что он не пропускает. Я в одну, что он. Вы для чего нас вызвали? Вот меня не пропускают, я хочу в суд зайти. Обвиняют, что он пьяный. Это нормально? Хотя вообще ни запаха, ни малейшу. Я сейчас не пропускаю, что если вы меня не пропускаете, до сих пор вы меня не пропускаете. Вы сами говорите, что я вроде нормально. Давайте я пропускаю. А вы помните такие? У меня право проверить? Проверили. Да, вы меня все проверите, что там надо. Проверили. Запрещенные. Нет, если у вас ничего нет. Запрещенного. Я ничего не сказал. Проверили. Пройдите еще. Давай. У вас надо не тратить. Это глупость какая же. Что? Меня уже проверили. Вы употребляли что-нибудь? Алкоголь, когда пили последний? Для чего вам эта информация? Вам в суд надо попасть? Да. Проходите еще раз осмотр. Осмотр. Можно меня осмотреть? Еще раз. Вы для чего вызывали нас? Я как очевидец имею право. Вы лично для чего вызывали? Вам наша помощь требуется? Мне лично нет. Я как очевидец вызывал. Как очевидец тоже имею право вызывать. Вы же вызываете? Что? Вы не сходите. Извините. Вы слышите? Вы слышите? Я не знаю. Если у вас есть институты, то вы можете заявление. А я напишу заявление. После этого попрошу вас проверить, насколько я... Ну, понятно. Пошли сюда. Вам в суд на то, что начали идти. Я заявление должен написать. Я преступление не могу просто так оставить. Здравствуйте, Валентин. Игоревич. У вас бланк с собой? Я вижу, что нет. Пойдемте. «Значит. Не надо нам услуги. Слушайте. Я с вами разговаривал. Я с вами разговаривал. Я с вами общаюсь. Вы со мной так себя не ведите. Как я случаю? В Бахамске. Я говорю с сотрудником. Я делаю ему заявление и обращение. Почему вы остреваете? Я тоже сотрудник. Пойдемте. Мы здесь будемange спираться. Здесь. Давайте заявление. Я говорю. Против вас совершается преступление? Да. Против вас совершается преступление? Что имя? Что имя? Я сейчас не правосудие. Меня не пропускают издание суда. Наоборот, это судебное заседание. Здесь издание. Да, да. Я узнал вам про них, кто его. Да и на том же. Вы говорите мозг. У меня все готовы. 22.049. Фамилия ваша. Документы, пожалуйста. Будете заявление о поступлении принимать? Конечно. Понимаю, у вас... 18 апреля 2019 года. Вы зачем пишете какую-то блахнутику? Вам принять протокол принятия устного заявления. Я посредством меня нет. Вас начальник не обеспечен. Собой меня нет. У меня будет еще одно упрощение, чтобы вас начальник обеспечил... Вы можете проследовать отделение полиции в этом северной пушке. Северная пушке. Северная пушке. А южная пушке. А южная пушке. А я в южную потом поеду. Вам и не на дверь. Зачем вы поедете в южную? Если вы находитесь где-то в северную пушке. У меня? А? В северную пушке. Северная пушке. Я слушаю вас. Как вам обращаться? В северную пушке. Обращаться в Владимир. Приблизительно в 9 часов 50 минут. Владимир, вы просто как-то не прислёте по имени? Вы вообще не прислали? Это вообще не прислали. Вы просто не прислали. А, вы прислали с вами? Не прислали, вы зрёте. Так, я слушаю вас. Вы дистанете 18 апреля 2019 года, приблизительно в 9 часов 50 минут. Я прибыл по выголу судей. Где вы можете? Я кто? Ну, я должен написать гражданин какой-то. В шапочке я там в объявлении бы указал, у вас нет с собой бланка. Вот, я вам говорю, бланк заявления у меня с собой. Пожалуйста, вы можете написать. У меня ла нет, конечно. Я вас понять не могу. Вы говорить то устно, то бланка нет. Есть бланк, можете написать, пожалуйста. До этого вы мне не давали, поэтому я решил устно. С собой у меня не было его дамы. Я поэтому вам предлагал, вы же хотели идти. Давайте. Я вам все продиктую свои данные. Что, стесняешься? У меня записали в суде. Я не только стесняюсь. Я просто понять вас не могу. Кто вы хотите написать, заявление требуете? Вы меня сейчас оказываете давление. Потому что если я вам делаю обращение, вы меня прерываете, постоянно перебиваете, говорите мне, как его нужно делать. Это мое заявление. Пожалуйста. Давайте. Приблизительно в 9 часов 50 утра. В 9 часов 50 утра прибыл в Тушинский районный суд города Москвы по адресу 26, по-моему. Я вот не знаю, я просто знаю, где он находится адрес. Тут нигде адрес даже не написано. 26 строение 1 сбоку на здании. Сбоку. Они даже никто мне не сообщил. Я говорю, какой адрес? Я в полицию звоню. Идите сами смотрите и ищите где адрес. В качестве свидетелей. Вызывали у вас повестки? Было. Именно. Определение суда о вызове у меня в качестве свидетелей. Что ты знаешь? На входе. На входе пристав. Записал меня. Проверил мои документы. Произвел личный досмотр. У меня есть мои личные вещи. После чего отказался пропускать здание на суде. Через турникет. Причины называл не все разные, какие-то разные. Там у меня запах алкоголя, якобы ему почудилось. Потом другие говорят, что нет. Потом ему сказали, что якобы судья меня не ждет. Вообще бред какой-то. Это что, судья сказал, а этого не пропускать? Что это сделать такие? То есть на судью возможно будет, если это правда. На какой причине вам отказали? Я не знаю. Вот вы узнаете причину, пожалуйста. Вам как-то сказали. Он сказал, что вообще меня сейчас пропустят. Вы слышали? Меня сейчас пропустят. То есть меня не пропускают уже более получаса. Уже 40 минут я тут стою. Возможно, уже правосудие совершилось. И оно теперь неправосудное, естественно, без меня. Вы сейчас готовы? Я хочу пройти. Проследовать. Только сейчас я вижу преступление. Какое преступление? Спрепятствие? Правосудие. Уголовное преступление. Так. Если каждому так будут отказывать, у нас никогда в стране и не будет. По причине того, что вы не показали, что вы в уголовном обвинении, да? Нет. Мне причина так и не была названа. Мне они назвали разной причиной. Вы же сами сказали. Они назвали одну, вторую, третью. Ну какие причины? Вы сами сказали о том, что вы хотите пройти медицинское освидетельство. Я хочу. И требовали, да. Ну и когда они говорят уже, что вы пьяные, я говорю, давайте тогда на освидетельственные. Да, я согласился. Они отказались почему-то. Нет, вы сказали нам о том, что вы хотите пройти сейчас медицинское освидетельство. Сейчас? Сейчас я не хочу. Сейчас меня пропускают. Естественно, зачем мне проходить медицинская связиция, когда меня пропускают в суд, и я не являюсь никаким не пьяным. Вот вы, возможно, хотите пройти. Спрашивайте посодействовать. На осуществление правосудия, а именно свободному проходу у меня на судебное заседание, которое назначено уже было полчаса назад, в 10.00 оно было назначено. Простите проверку в указанную папку, что не относится к компетенциям полиции, перенаправить соответствующий орган. Ответ мне направить письменно по адресу. Так, хорошо. Вы заявление будете писать? Я нет, не буду. Так, я вас еще раз предупреждаю на основании Федерного закона 152 о том, что разрешение на съемку я вам не даю. И если вы выложите в сеть, я имею право подать на вас суд. Хорошо. Можно вопросов? Еще один или пару заявлений. Ваш коллега почему-то сослался на статью 151 перед этим. Кто из вас прав? Кто не виноват? 152 статья. Вы 151 называли. Возможно, я ошибся. Понятно. Еще два заявления. Так, вы пойдете в здание суда? Еще два заявления можете? Вы письменно будете писать? Нет, точно. Вы же не представляете. Каспий, 1133. Вы представились? Когда? Я лично два раза представлялся. При моем обращении? Каспий. Я просто не вижу, что у вас никакой позыва. Здесь блогеры поступают неоднократные заявления. Я не блогер. Я посетитель суда. Я блогер. Не стесняюсь этого. Вы не представились. Вы к сотрудникам вашей школе. Я вам не представился. Я вам не представился. Проблема на месте. Не администрация. Я вам принял точно подключное заявление. Представился. Что еще вам? Вы не представились. Вы здесь представились? Машина? Распекты по дороге пусковой службы. Опять я слышу. Вы писали сделку. Я представился? Да. Около автомобиля? Там подставлено. Не берете? Так. Еще каких заявлений будут у вас? Вы записали это заявление? Какое? О том, что вас не пускали в суд, о том, что вы пришли. 18 апрель 2019 года приблизительно в 9-20 вы прибыли, наверное, плюс-минус 25. 25, наверное. 20-25. Так какие-то заявления. В 10-20. Да. Нарушение федерального закона номер 3. Володь, 10-20. 10? 10-20. 10-20, да. То, что при обращении гражданина и при обращении к гражданину сотрудник полиции с нагрудным знаком 022100 не представился. Смотрите, люди нас поддерживают. Второе заявление. Вы первое приняли, все. Хорошо там рассмотреть, привлечь и ответить. Второе. Второе. Это то, что вот ваш номерный закон. Вы можете по этому поводу написать заявление? Да, номерный закон. Пожалуйста. 022-049 тоже. Мы вам представились. Я, мое заявление, это мое заявление. Вы не надо его править. Это мое заявление. Нет, я вам делаю второе заявление после написанного вами уже. Но по поводу чего вы делаете заявление? По поводу того, что вы нарушаете законодательство. И совершенно не чувствуете собой вины. Секунду. Извините, если вы уведите. Ладно, не будет у вас этого заявления. И пообещайте, что в следующий раз будете представляться. Все, тогда принимайте заявление. Вами извиняюсь. Тогда заявление. Владимир Викторович, у вас заявление по поводу противоправных действий сотрудников ФСУ судебных приставов. Все? С ними все. Но я же делаю вам другое. А вы меня не слушаете. Вы можете обжаловать мои действия. То есть вы не будете принимать. Если они не правомерные. Моему вышестоящему руководству. Вы будете принимать у меня заявление это. Какое заявление? Потому что вы не представились. Значит, по данному факту вы можете написать жалобу Вы отказываетесь, так скажите, и вперед уезжаете, конечно же. Я еще раз вам говорю. Я вам еще раз спрашиваю. Вы заявление примете? Какое заявление от вас? Пишите. Раз вы, у вас плохая память. 18 апреля 2019 года, приблизительно в 10 часов 20 минут. По адресу Москва, Героев Панфилосов 26, в здании районного Тушинского районного суда, прибывший по моему вызову наряд полиции, а именно вы с вашим номером напишите, наверное. Ваш коллега, капитан же опять водитель, с номерным знаком 22-го. Мне представились при обращении гражданина и при обращении гражданина к ним. Что нарушили статью 5 федерального закона номер 3. И прошу привлечь данных сотрудников в дисциплинарную ответственность. Это два отдельных заявления. По вам и по вам. Вы, пожалуйста, их зарегистрируйте. Я чуть позже подъеду и узнаю номер КСП. Хорошо. Вы приняли заявление? Принял. Все. Благодарю вас за службу. Еще какие-то у вас будут к нам? Нет, все. Благодарю вы. Все. Видите, уже заседание не нужно. Еще какие-то у вас будут к нам? Нет, все. Благодарю вы. Все. Видите, уже заседание не нужно. Да. Какие-то будут обращения? Нет, все. Я уже сказал. Вы меня слышите? Все. Благодарю вас. Что происходит, Володю? Ну, сотрудники полиции отказывались, не представлялись. Потом врут, что представлялись. Вот это вообще себя вел по-хамски гражданин. Ну, гражданин почему? Потому что он даже не представлялся об этом. Даже не знаю, кто он на тот момент был. А ты, наверное, тоже хамил, да? Я вообще никогда не видел. То есть ты плохо себя ведешь? А вот они теперь пошли. Куда пошли? Пошли туда. А куда они пошли? Курить что они пошли? Или куда? Давайте посмотрим. А вы покурить хотели, полицейские? Так, так. Ты не пришел? Нет. Мне просто интересно с чего. Сюда не будет? Нет. А почему полицейские меры не приняли к курящим людям около здания суда? Мне просто интересно. И ушли. Что-то я не понял. В Алькуту нашли ходить. Они хотят его по 17 рифам. За что? Засъел. Где? Он снимал. Тут? Нет, там я снимал. И что, это рыбы не было? Нет. Не было. Ну, какая-то там была. Типа это просто. Вы задолбали, пацаны. Просто его оформить. Да? Пусть оформляют. Вы задолбали, пацаны. Разувать приставов, блин. Нам судья вчера сказал, говорит, ну что вы с них взяли? Они школу-то, говорит, не все закончили. Вы что? Так, подожди. Седой, седой, который на входе меня записал, он вообще сказал, пойдем выскочим. Словно другое сказал, пойдем на улицу сейчас поговорим. Пусть оформляют его что? Я его в пятерочку его послал, чтобы он там работал. Зачем? И он там оскорбился. Он оскорбился в том, что он седой и в пятерочку его послал. Старший смен, старший смен. Где старший смен? Какой? Нет, плюс оформляю. Какой из них? Ну высокий такой. Он тут есть? Он пришел, короче. Он пришел, который к тебе? Да. А самому не общался. Только на него спал. Так, ты доверяешь мне? Представляю твои интересы? Защищаю тебя в суде. Уважаемые сотрудники службы судебных присутствов, у нас есть к вам вопросы по этому человеку. К этому человеку с точки зрения административного законодательства у вас претензии есть, нет? Есть. Будем оформлять 17.3? Сейчас прям, да? Прошу. Ну вот. Вы же, наверное, не закончили? Я? Нет. С чем с вами? Нет. Ну ладно, вы хотели суд пройти. А я уже все, вы уже... Суд уже... Вы уже воспрепятствовали правосудию, к сожалению. Да. К тому же, у вас даже жетоны стоили. Да? Ну вот он здесь. А где вы уже там? Дайте поплыли. Спрятали? Я вам пока претензии никаких не предъявленных. Хочу просто узнать, кто вы. Вы же сказали, что вы. А ко мне предъявили? Я? А кто? Нет, а кто по 17.3? Мы же вас спросили. Я не знаю. Подожди. Есть у вас претензии или нет? Сейчас не нет. Тогда давайте. На кого жалоб писать? Давайте. Вы сказали, есть претензии. Не могу ничего не сказать. Будете там показывать. Зачем вам нагрудный знак? Лично к вам я претензии не знаю. Вам зачем нагрудный знак выдали? Лично к вам? Вам зачем нагрудный знак выдали? Для чего вы прятали его? Лично я вам претензии не имею. Владимир, у вас есть претензии к данному человеку? К этому конкретно нет, по-моему. У меня есть претензии? 29, 279. Ага. Все, благодарю вас. Да нет, вы можете просто знак наружу поехать. У меня лично претензии. У меня тоже. А что? Поэтому что сложно просто назвать, поэтому никакие проблемы не было. А вот к вашим коллегам есть, причем очень серьезные, обвиняют меня и пропускают. И это будем искоренять на корню, потому что такая служба ФССП нам вообще не нужна. Кстати, они мне пьяного пропустили. Реально, с перегором, все что. Вот это, да? Может это судья? Он тоже. У него две орловы, по-моему, да? Я не слышал. Может это вообще судья? Ты чего? Реально пьяного пропустили. А вот, на крюльцет запустили. А с чего вообще все началось? Я просто не понимаю. Он просто сказал, вы пили? Я говорю, в 2001 году. И все. Все? Мы вас не пропустим. Я говорю, по какой причине? И начал мяться что-то. В общем, то у него потом смешное. Это типа я пьяный, но там намекает. Хотя прямо так почти не ответил, да? Я говорю, причина. Потом пришел пристав, старший, ну вроде старший. Типа позвонил судье, поговорил и говорит, судья сказал, что она вас не ждет, приходите в другой раз. Чего? Да? Да, 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 да. Короче... То есть, я не знаю, что с судьей. Если это реально, судья такое сказала. Если судья реально такое сказала, то на судью надо будет тоже написать. Нет, смотри, прикол. Там просто Денисенков взял отпуск с 16 числа по 21. А Малышев взял отпуск с 10 апреля по какой-то там мая. Очередной причем. Нифига себе. Думаю, по полгода у них отпуска. Ну что, не будем? А, они ушли, все. Мы что, к ним пойдем, что ли, опять? Не, ну если хочешь, идем. Не знаю. Ты за 19 три же хочешь. Ребят, ну, в общем-то, наверное, Володенька мне скинет то, что тут было, да? У меня аудиозаписи. Ну аудиозаписи, значит, будет. Хотя нет, у нас есть и видео там тоже. Не, ну да, да. В телегу пошло. Вот. Ну, в общем-то, это был Тушинский районный суд города Москвы. Приставы сказать, что имеют претензии. Ну что, мы подождали минут 10 тут. Никто к нам не вышел, а идти самим туда, ну как бы. Если что, вызовут для составления протокола. Составимся, оформимся. В первый раз, что ли. Вот. Так что, такие дела. А сейчас мы поедем, наверное, в Мособлсуд. Ну а вы, ребят, пишите, что думаете по этому поводу. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Также подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал, группу ВКонтакте, ссылки в описании. Также вступайте в наш открытый Телеграм-чат для подписчиков. Там уже человек 600, что ли, с копейками. Вот. Там мы общаемся, встречаемся, обсуждаем всякие темы. Поэтому там очень интересно. Ну все, борите за свои права. Всем пока. Вова, ты можешь без цирка в суд сходить? Вот скажи мне. Вова, ты можешь без цирка в суд сходить? Вова, ну ты можешь, вот реально, вот хоть раз, хоть раз, без 17-3, без 19-3, направо. Я туда на переход ближе, вон уже. На кой переход? Вон туда. Где твой драндулет? Вон, напротив. А, чё, мы едем, получается, в МОЗ ОБУ? Он просит узнать, что там дело есть. У меня, короче, 18 апреля в 10 часов смс пришла, все, ни кабинета ни хера нет. А я бы вообще вздрючил потом в МОЗ ОБУ. Пошли, поехали, может, оба какие-то. Да? Да. В-У о- ТВ- ТВ- Субтитры сделал DimaTorzok